Хей, ребятки, всем привет, приветствую вас на канале Played Home, но что, продолжаем с вами играть, проходите наш Oxygen Not Included и, соответственно, продолжаем с вами выживать на нашем астероиде. Значит, мы с вами в прошлой серии закончили то, что построили всякие разнообразные душевые кабинки, умывальники и, короче, осталось дождаться только мой до дыра, наверное, который должен рано или поздно здесь будет появиться. Так, значит, что у нас с вами в плане исследований? У нас с вами по исследованиям целая куча всего, в принципе, можно будет поставить, изучать и давайте решим, куда мы с вами пойдем. Так, медицинские выводы, так, отсеки, базовая очистка, это у нас что такое? Это у нас производит песок, ага. Нет, не надо нам это пока что, давайте, наверное, решим, что у нас есть еще из других направлений. А из других направлений давайте вот что мы сделаем. Обеззараживание поставим, как раз-таки здесь есть автошлюз, блокирует потоки жидкости и газа, поддерживает атмосферное давление между зонами. Отлично, то, что нам надо, тем более вот здесь мы с вами все будем закрывать, и я думаю, как раз-таки сейчас с этим сразу и начнем заниматься. Во-первых, нам надо с вами снести вот эту хреноблуду, это раз. Во-вторых, мы ставим с вами блоки, это два, мы их закрываем здесь, а здесь у нас с вами будет стоять дверь, точнее автоматически этот шлюз. В принципе, чтобы наши газы здесь не выходили. Далее, нам надо с вами подготовить под три квадрата, это по-моему, даже по четыре, по-моему, это вот таким вот на особый разум будет выглядеть. Так, стоп, раз, два, три, да, по четыре вот так мы поставим их вот здесь. Это нам надо все дело будет выкопать. Мы тут вами будем ставить нашу ощутительную систему. Только где она у нас находится? Она у нас еще... А, мы еще не изучили, что ли, ее? Я был уверен, что мы уже изучили, или я слепой крот? Сейчас то посмотрим, я не понял, ну-ка. Исследование. Так, изучить, изучить, изучить. Нихрена не изучили. Вот она у нас здесь находится, дистилляция, да. Однако, 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 ладно, ничего страшного. Будем, значит, следующим ходом это все дело подготавливать. Ну, а пока времени, в принципе, нам хватит на то, чтобы здесь все дело выкопать и сразу же это все дело туда внедрить. Мы, кстати, с вами изучили батареи большие, поэтому, я думаю, надо вот эти мелочи потихонечку выносить. Дело в том, что у нас в плане энергии на больших хранится, вот смотрите, сколько, да, запасается 10 кило джоулей. На больших примерно в 4 раза больше. Так, конкретно, получается, 40 кет. Вот, чтобы полностью не обесточить весь наш город, поэтому давайте мы сделаем следующим образом. Вот эти 4 сносим, на их место ставим двойные блоки на большие аккумуляторы. После, соответственно, эти добиваем. Вот, что у нас происходит у народа пока? Римпак у нас, короче, хавло готовит, да? Кирюхач, ну, я, естественно, хаваю, Светоч тоже, он за обе щуки фигарит. Инженер, блин, хренов. Давид в кипаре. Кстати, слушай, а что у нас по улучшениям? Ну, все остальные у нас, естественно, крутят педали. А у нас, кстати, скоро с вами будет через полтора цикла занос, и, естественно, одного из вас я к нам закину. А что у нас по работе? У нас по работе 100%. Так, у нас, короче, Света стала полноценным, короче, строителем. Архитектором, мать ее, аж стала она. Ты смотри. Окей. Назначаем ее туда. Так, больше у нас, в принципе, никого нет. У нас еще есть домработник, поваренок и ассистент дизайнера. Творчество. Угу. Интересно, кто у нас станет отвечать за всякие скульптуры и прочую мазню, которая, в принципе, по-другому здесь будет не назвать. У нас с вами еще возможность есть посадить здесь парочку наших семян. Давайте обязательно их здесь докидаем. Жалко, вот с мукоедами у нас беда. Я бы еще здесь парочку штук поставил. Вот, и следующее, что нам с вами надо будет сделать, это однозначно поставить вот эту большую лестницу, можно сказать, лестницу в Европу, что ли. До сюда ее прямо прокопаем. Будем забирать здесь водоросли, здесь также у нас медная руда. В принципе, нам эти самые важные ресурсы есть. Но и эту кучу нам надо будет все, естественно, выпахать. Только с одним неким изменением и неким условием нам надо будет ставить вот такие блоки. Иначе это все дело может либо обвалиться, ну, либо просто нарушить нашу визуальную конструкцию всего этого действия. Что у нас здесь, они копают? Не, особо пока нихрена не копают. Давайте посмотрим по поводу служб, что у нас с водопроводами. Слушай, а с ними все нормально. Горязька здесь уходит, сейчас она здесь как раз-таки появится и свалится здесь. Какая будет идея? Значит, здесь мы с вами поставим очистительную станцию. Она будет, здесь будет у нас находиться насос. А он отсюда будет выкачивать всякое говнецо, вот эту, короче, говенную воду, да. Пропускать через систему очистки и обратно, короче, выкачивать ее вот, ну, в эту воду, да. Она у нас, естественно, будет абсолютно не питьевая. То есть, чисто для того, чтобы, ну, для неких тех нужд. Для питьевой воды у нас останется вот этот объем резервуар. И, наверное, оставим еще вот этот. В принципе. Все остальное пока... Так, а что у нас здесь на значок горит? Требуется... Что здесь требуется? Что надо починить? Что-то надо? Вы с ума сошли? Мы здесь ничего не можем разобраться. О, семена мучного у нас появились. Шикарно. Что у нас по еде? 8000 калорий. Ну, в принципе, нормально. А по поводу количества нашей еды, по батончикам, ты 2800. Ну, в принципе, одну штуку сделать теоретически можно. Так, ради, знаете, для интереса. Она, естественно, больше нам будет уже давать питательности, да. Ну, кто-нибудь сейчас пойдет ее готовить. Кто у нас вообще кричал, что готовит шавуху офигенную? По-моему, Светочка варила, да? Типа, я готовлю вообще крутую шавуху, поэтому давай меня буду готовить. Ну, давай посмотрим, как ты будешь сейчас готовить. И пойдешь ли ты вообще на готовку? Слушай, а у нас по поводу еды. Что у нас тут с вами сделано? Инженер? О, готовка. Поваренок. Ну-ка. А, хрен там. Не подходишь, короче, Света, Света. Стата твоя не такая немножечко. Не готова ты быть поваренком. Пока твое какое-то вот строительство. О, тем временем, кстати, у нас здесь уже все разобрали, поэтому давайте это спокойненько поставим в наши большие батареи. Вот, раз, два. И это все нам дело надо с вами... Что сделать? Правильно, запитать. А, вот и наше новое поселение. Собиопринтер мы активируем. Так, нам на самом деле нужен товарищ, кто умеет готовить. А, блин. Механика, творчество, уборка. Ну вот, тогда пускай хотя бы будет творчество. Поставим его. Как раз-таки нам нужен пацан. А кем он будет, сейчас узнаем. А им будет товарищ Фоксерин. Он слегка сумбурно написал свой комментарий. Достаточно большой, но видно, человеку прямо... Человек, точнее, прямо загорелся там тем, чтобы попасть к нам на астероид. Но, однако, слушаем. Привет, я Фоксерин, и я люблю открывать различные изучения и еще строить. После того, как мама подарила мне конструкторы, я делал огромные конструкции, механизмы, работающие от воды и воздуха. Строил статуэтки из всего, чего мог, короче. И меня не пускали поэтому на конкурсы. Однажды даже обстроил я собственную дачу и получил за это приз за самое лучшее украшение. Так, как кто-то отправил мои фотки конструкции на конкурсы. Господи, можно мозг сломать, но, ребята, вы меня поймите. Читаю, как и есть. Да, мне сказали, что у тебя нет украшений, а я легко из камня могу сделать статую и могу потренировавшись нарисовать что угодно, даже могу наподобие Монализы. Боже, конечно, можно мозг сломать, конечно, пока я все это дело читаю, братан. Но, надеюсь, мы все прекрасно поняли. Да, ты написал нормальное, мы поняли хоть твои мысли и твое дикое желание как раз-таки заниматься творчеством. Welcome, нам как раз-таки нужны такие люди. Сейчас только мы тебя найдем, куда ты там убежал-то уже. Отлично, добавили его. Ну что, фоксерина владает, как описывают, очень заразительным хихиканьем. Ладненько. Значит, нам тебя надо назначить на работу. Во-первых, мы снимаем паузу и закидываем тебя. Значит, где ты у нас будешь находиться? У тебя идеальный вариант это ассистент дизайнера. Ну да, это творчество. Значит, у нас с вами теперь есть возможность, есть возможность... Сейчас посмотрим, кстати, по изучению у нас, что у нас здесь находится. Исследовать. Творчество у нас с вами открыто. Отлично. Теперь мы ставим дорогу прямо-таки до дистилляции. Окей. А сами с вами будем заниматься... Где у нас творчество? Вот у нас творчество. Ну давайте, предположим, поставим статуэтку, наверное, какую-нибудь одну здесь. Около горшков поставим одну. Так, ну здесь... Давайте около хавки поставим одну. Здесь, наверное, думаю, нет смысла. Хотя, пускай творит. Кто мы такие, чтобы его останавливать? И парочку картин надо повесить. Ну давайте, предположим... Так, там карты у нас не вешаются. Ну давайте, предположим, одну вешаем здесь. Две другие над столом. Пускай малюет. Около душевой. Но здесь нужна специальная краска. Дружище, ты понимал, чтобы картины не размокли. Ну и давайте, наверное, вот здесь еще подвесим одну. В принципе, для начала... Что я его здесь поставил? Что мы? Кто мы такие, чтобы его останавливать, да? Вот. Для начала, в принципе, достаточно. Ребят, также повторюсь. Да, кто хочет попасть в игру, не ленитесь. Пишите такие большие комментарии, почему именно вы должны попасть. Я, на самом деле, очень много прочитал комментов, которые уже из вас это все дело описал. Очень много действительно достойных есть, кого надо занести. Но, к сожалению, всех я сразу не могу. Но обещаю, что по максимуму загружу вас всех. Как правило, выживаю только настойчивые. У нас, кстати, с вами изучился освежитель, да? Использует песок для фильтрации загрязненного кислорода и воздуха. Так. Давайте его, наверное, поставим. Попробуем одну штуку вот здесь. Ради интереса, как она вообще работает. Она работает, кстати, без всякого электричества, да? Да, она абсолютно автономная. Одну поставим здесь, одну вот тут. Давайте бахнем. Ну, здесь можно поставить. Здесь уже, наверное, не влезет никуда, да? Ну, вот тут тогда поставим на выходе. Ради интереса посмотрим, как вообще все дело будет у нас выглядеть. Так, Яночка, я поползла. Таракан высотая. А, извиняюсь, все нормально, да. Там, там надо. Так, а почему у нас стоит первый приоритет? До сих пор никто еще не починился. Все сделали, по-моему? Да, абсолютно все сделали, кроме батарей. Так, медная руда. А что у нас с медной рудой? Медная руда у нас есть. Так что давайте, мужики, бросайте свои велосипеды и погнали строить. Кстати, пока у нас тут не очень много грязи навалило, в плане грязной воды, да? Да, давайте поставим с вами туда наш насос. Так, где у нас он находится в службах? Прямо вот так как-нибудь вот здесь разместим. И будем надеяться, что он, в принципе, здесь из-за этого блока встанет. Ну, по идее, они должны его будут сейчас снести. Дальше мы отсюда протащим провода как раз-таки и уже все остальные трубы. Кстати, родилась идея создать вот здесь, короче, просто картинную галерею. Я знаю, что она не в тему, но пускай хотя бы он где-то будет рисовать и, соответственно, поднимать свои навыки творчества. Так, где у нас это находится? Это у нас в мебели, да? Пустой холст. Ну, давайте попробуем поставить его. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, вот так вот мы это все забьем. Единственное, этот кусок надо земли нам будет с вами убрать. Так, а что он убирается? Странно. А, он, наверное... Ладно, сейчас посмотрим, что там сдаёт, туда идёт. Смотри, кстати, как надо уметь рисовать. Просто берёт, короче, пулемёт с красками и наяривает. Сейчас посмотрим, что там у тебя нарисуется, дружище. Ну-ка, ускорим этот процесс. Даже интересно. Какой-нибудь давай ультра-красивую картину. Вот максимум скилла покажи. Понятно. Кто о чём, короче, ты всю прожачку думаешь. Надеюсь, эта картина исключением будет, нет? Сейчас посмотрим. Кстати, странно, почему-то он пока только картиной занимается. Не хочет никакие статуэтки рисовать. Странный товарищ ты, дружище. Пока все работают. Вот это самая халявная, мне кажется, работа. Вот казалось бы, да, все строят, что-то таскают. А он просто ходит красками наяривает и всё. С одной стороны, как бы абсолютно бесполезно. С другой стороны, поднимает настроение. Ну, тоже опять огурцы и капуста. Ну, то же самое. Ты еще, главное, руками так и развел. Помылся. Слышишь, ну да, очень грязная работа. Я, когда сначала увидел вот эту, короче, гениальную скульптуру, я сначала подумал, ты знаешь что? Ну, короче, что-то у него что-то свисает, короче. Такие две штучки. Я вообще думал, что за хрень. А это у него ноги, оказывается, так висят. Думаю, окей. Боже, Яна, что с тобой? Ты больна? Что у тебя за слюни? Это мне кажется, что ты в оборотни превращаешься. Я тебе отвечаю. Ты смотрите, что у него. Боже. Это просто трэш. Это просто трэш. Ты дикая, я тебе скажу откровенно. Голодная, дикая женщина. Какое у них синхронное лицо, короче, да? Недовольное. О, кто-то еще описывался пока, короче, что-то делал. Ладно, это мы, Беренька, сейчас здесь все почистим. Убираем. Здесь тоже у нас пару капель осталось, да? А говорили, не капли мимо. Угу, обмановали. Да-да-да, особенно символично. Этот чувак такой сидит и смотрит, как, короче, пока Плэдхом наяривает в сортире. Да, забавно, короче. Кажется, на самом деле, статуэтка эта. Она прямо-таки символизирует, короче, грусть и отчаяние данной комнаты. Пока наши товарищи спят, давайте посмотрим, что у нас с работой. Кого мы можем прокачать. Ну, во-первых, у нас есть Норт ДВ. У него поднялся навык в плане копания. Теперь у нас Шахтер. Дальше у нас дядюшка Касс теперь стал более крутой, короче, ученым. Точнее, он стал уже не лаборантом, он стал уже ученым. Поэтому его все назначаем. А все остальные, в принципе, потихонечку, ну да, потихонечку, короче, навык у всех поднимается. Ты посмотри, с каким трудом, с какой болью ему дается. Он аж сытся. Ты в смысле, серьезно? Ты обосстался от такого? Ну, ты прикалываешься, дружище. Ну, нахрена ты это делаешь, блин? Потом кто-то будет за тобой убирать, пока ты творишь творчество свое. Ну, такое себе, да уж. А у нас тут пополнение. Так, ну, надеюсь, кто-то с готовкой-то у нас будет. А-а-а, копание, снабжение, фермерство, механико, уборка. Ни у кого нету, блин. Ну, хреново. Ладно, тогда мы берем механико-фермерство, наверное. Хотя, может быть, уборку, кстати, лучше взять. Хм, блин, ну давайте уборку, да, возьмем, да, напечатать его. А следующим у нас, получается, заселяется товарищ под именем Кари. Увлеченный наукой, Кари со школьных лет благотворил Менделеева. Однако ни семья, ни школьные учителя не оценили его увлечение, ибо зачастую его опыты кончались шумно и со взрывом. Поэтому, как только он достиг более-менее дееспособного возраста, его сбагрили на одну из отдаленных колоний работать по специальности. Там его разрушительные таланты не принесут слишком много урона. Кари, дружище, добро пожаловать к нам на планетку Томчутя в биографии. А монотонный голос и каменное выражение лица Кари несколько затрудняет общение. Никогда не поймешь, он серьез или просто издевается. Да, учитывая, что он насел уборщиком, дружище, я понимаю, что ты хотел быть инженером, каким-то еще, но вот так, видишь, вот не сложилось. Ну, зато ты очень пригодишься на нашем астероиде. Надо его, кстати, назначить на работы. Так, вот как раз-таки домработником он у нас и станет. Где у нас? Вот, отлично. Он занимается уборкой. В принципе, более чем. Подрастет, станет нормальным взрывателем по-любому. Дадим ему периодически пользоваться разными крутыми инструментами. Может быть, что-то из этого дела у нас и выйдет. Хотя, фиг его знает. Так, у нас эта штука изучилась. Отлично. Значит, дальше что нам надо? Ну, давайте, наверное, вопросы решим. Так, где у нас это была точка? Так, у нас вот скотоводство было, да? Кормушка для рыбок. Тут разнообразная хрень. Вот пускай это изучали у нас. Кстати, да, наконец-таки начали у нас строить эти аккумуляторы. Приоритеты, конечно, я всем поставил, но у нас не хватало ресурсов. Блин, дружище, ты бы хоть какое-то для разнообразия хоть что-то другое нарисовал. Ну, вот прямо пипец. Ну, одно и то же. Еще, главное, руки такой головной разводят. Слышишь? Ну, типа, как получилось. Пока все батрачат по полной программе. А он за супер шахтер смотрит. Зато он, не знаю, ты дуешь или что ты делаешь? Не понимаю. Типа, знаешь, пулемет твой не грелся или что? Поставил, кстати, нам еще, так, раскиситель водорослей, да, ну, это по кислороду. Нам надо это все дело теперь запитать. Но это, благо, рядом все находится здесь. А тут мы, наверное, по лестнице, ой, вот так, и вот так вот подключим. Кстати, вот наш дистиллятор подъехал. Надо его будет поставить. Здесь мы его, и вот тут его и внедрим. Так, а у нас здесь получается, ага, нам надо здесь будет поставить пачку блоков. Тогда вот таким вот образом, да. И на него как раз-таки сразу же поставим. Где у нас очистка? Вот. Вот, отлично. Вот сюда. Правильно? Ну, вроде как, да. Единственное, вот это нам надо будет тогда все убрать, чтобы мы могли спокойно трубу проложить, чтобы они не прикасались и не соприкасовались с тем, что мы с вами уже проложили, да. Там можно перемычки сделать, но не хочется заморачиваться. Да, пускай самым простым путем пойдем. Во, отлично. У нас заработали сразу эти хренатени, и смотри, как стало сразу задушаться легче. Единственное, давайте, наверное, нюанс тогда мы снесем вот это. Правильно? А на ее место поставим как раз-таки по раскиситель. Ну-ка, стоять. А, ну, окей, ладно, сейчас добегут. Во, римпак примучался сразу. Молодец. Давай, 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 давай. И вот сюда эта штука у нас подъезжает. Также мы туда ставим наш провод. Вот так вот. Художник наш, конкретный халтурщик. Одно и то же хреначил. Сколько раз уже об этом говорил. Вот фиг его знает. Зачем нам это надо все? Не понимаю. Ладно, потом, короче, все их удалим. Потом заново пускай будет рисовать. Скилл качать свой. Тем временем, кстати, наши с вами аккумуляторы батареи подъехали. Поэтому надо тоже вот эти две, точнее, ну, вот эти два стака поснести. И на их место мы сейчас внедрим большие батареи. Давай, раз, сломается. Вторая. Вот, давайте ускоряем, включаем. Раз, два. И. Отлично. Раз, два. Так, теперь осталось такое провода туда подсоединить, да? Это, в принципе, рядышком и удобно все. А, слушай, у нас сразу же хватает ресурсов сразу же сделать. Отлично, я думаю, опять будем ждать. Ну что ж, они его построили. Теперь нам надо как-то это все дело запитать вот с этой хренатенью. Так, судя по всему, она, походу, у нас не будет работать, да? Давайте это отменяем. И пробуем поставить насос. Значит, так, служба, где у нас вот насос? Вот здесь. Интересно, влезет, не влезет? Вот таким вот образом. Слушай, а может сначала надо попробовать эту штуку просто убрать? Хотя, сомневаюсь, что они их будут копать. Хм, ну ладно. Давай-то допробовать. Давай-то допробовать ставить насос вот здесь. Вот таким вот образом. Прокачить интересно или нет? В принципе, нам надо, чтобы он только начал выкачивать отсюда. Хотя, было бы, в идеале, его в самый низ погрузить. Ладно, пока давайте мы с вами заключим... Точнее, подключим все наше оборудование. Так, провод у нас идет... Вот так вот пошел. Эть, и сюда. Так. Да. Далее. Нам надо теперь вопрос решить с трубами. С трубами у нас отдельная тема. Значит, у нас есть выход и у нас есть вход. Вход у нас, получается, должен быть... Ммм... Подаваться вот таким вот образом. Туда куда-то у нас он пойдет, да? А это у нас выход. Мы его пропустим вот так вот. И на конце нам надо с вами поставить как раз-таки сопло водостока. Вот так вот. Правильно? Вроде как да. У нас, кстати, Даниил Ворон стал у нас уже поинтереснее. Он стал навыком больше владеть уже. Соответственно, мы его ставим уже курьером, а не просто носильщиком. Дружище с тебя с повышением. Все остальные, в принципе, у нас занимаются дальше своими делами. Так, а по поводу изучения навыков. Контроль для животных. Приманка для существ. Так, это наш такой... ПРС. Ну, давайте, наверное, с газами попробуем вопрос, наверное, закрыть, да? Вот со всеми этими основными вещами. Пока ставим так газопровод. Потому что скоро мы с вами уже столкнемся с отходами. Поставил на удаление всю его картинную галерею. Сейчас мы это заново и проложим. И пускай дальше рисует, дабы произвести максимум скилла и, соответственно, рисовать более интересные точки. Опа, у нас тут очередное пополнение. Так, ну, здесь хоть кто-то будет из них заниматься заготовкой. Готовка, отлично. Аж два человека у нас. Так, давайте, парни, возьмем тогда, да? Творчество, копание, готовка. Кулинария, кулинария, кулинария. Не, давайте вот это вот, у него кулинария еще больше. Да. Напечатать. Так, у нас эти, знаете, еще с вами появилось? У нас с вами появилась танца ухода за существами из танца под стрижки. Не понимаю, стрижка чего? Людей или существ? Харин его знает. Но давайте ради интереса поставим, приположим вот здесь эту штуку. Посмотрим, как это все будет делать работать у нас. Может быть, кстати, а может подвести? Слушай, нет, никак не подсвечивается. Стрижка дрэко. Что за дрэко? Фиг его помешать. Я просто, к сожалению, не знаю, что такое. Это все уже в новинках было после того, как я играл уже. Поэтому, к сожалению, увы. Ах, питать запитывать надо? Запитывать надо. Ну, как раз-таки здесь это все подведем. Ну, а мы пока заведем нашего, ну вот, чувачучка. Ну, и им у нас становится Электроник. Кстати, занял сразу хорошее место, раз он у нас занимается заготовкой, да? Я очень трудолюбивый и умный. Могу часами сидеть за столом и изучать во благо твоей колонии. Также убираю и готовлю очень вкусно. Если есть для меня местечко, возьми меня к себе. Я, блин, Электроник. Ну, дружище, конечно, нам кулинары однозначно нужны. Поэтому мы тебя и взяли. Так, по поводу работы. Значит, готовка у нас идет, естественно, Электроник. У него пятый уровень. Вообще шикардосный. Он сейчас будет здесь у нас все дело. Так, а это что у нас такое вне стоило? А, это все-таки для животных, короче, хренатень, да? Требуется. Да, нам, да, да, да. Так, ладно, тогда мы стоило... Что, стоило здесь что-ли будем делать? Нет, ну это не вариант. Эту хрень мы тогда сейчас снесем. Зачем она нужна? Вот, и потом уже, если когда надо, когда дойдем до этого, будем ее заново строить. Ребятки, да, не забывайте, если хотите попасть в игру, обязательно пишите интересные комментарии, почему именно вы должны к нам попасть. Ну, а я, естественно, сделаю выбор. Опа, построили, отлично. Что нам осталось? Запитать электроэнергию, да? Пробот мы берем отсюда, вот сюда. Далее нам нужна, получается, будет система службы. Так, водопровод. Мы его берем отсюда и коннектим вот так вот. Слушай, ну все, отлично. Штука начала насасывается сюда в грязную воду. Она сейчас должна ее через нее прогонять. И, соответственно, на выходе мы будем получать чистую. Вроде как. Конечно, она, наверное, будет зараженной. Может, конечно, даже что-то неправильное отделу, но хреново знает. Так, использует... Так, использует фильтры. Ну да. Слушай, ну здесь появляются микробы, пищевое отравление будет. Какая разница, то, чтобы помыться, в принципе, нормально. Хватит им этого. Хотя, с удовольствием выслушу ваши комментарии. Что я сделал неправильно? Почему микробы здесь появляются? Неужели он так хреново очищает? Или, может быть, надо поставить такие краски два, такие, дисселятором, а один будет перегонять в другой? Хм. Как интересный вариант, кстати. Яна, что там делаешь? Ага, пошла саки убирать. Так, ну это надо немножко по-другому сделать. Это делается вот таким вот образом. Чтобы, кстати, у нас с вами не попадали газы, давайте вот здесь поставим автоматический шлюз. Мы его закроем блоком вот тут. Хотя, вот здесь такая странная тема. Стоп, наоборот. Здесь он нам не нужен. Мы его здесь убираем. Мы поставим его вот здесь. Правильно? Да. И закроем сверху вот тут блоком. Как раз таки, да? И запитаем теперь это все дело электричеством. Стоять. Вот так вот. Отлично. Да, у нас сели здесь будут автоматические двери. Кто у нас побежал? Римпак, что ли, Фигарет? На натуре. Так, а вот здесь надо все это дело вытереть. Ой, блин. Вот так вот. Много чего-то сака появилось. Непонятная болезнь, походу, у Карри. Смотри, у нее тоже, короче, такие же сливни, как у Яны. Она его, походу, заразила. Яныч, ты что там какую-то фигню расположаешь по нашему участку? А, кстати, у Яны какие-то, смотри, сливни-то пропали. Походу, заразила, короче. Ну да. Носильщика нашего заразили. Охренеть. Что-то не подсказывает, на самом деле. Ни хрена неправильно я сделаю. Не надо было, наверное, сюда это все скидывать. Да, смотрите, у нас здесь начали жесткие заражения появляться уже. Желтая вода, видите, появилась. Конечно, может быть, это сака, конечно, скопилась. Но фиг его знает. Давайте на этом моменте серию мы с вами закончим. Как раз-таки, сколько вы там? Около полчаса примерно она где-то выйдет, да? И самое, что интересно, мне потребуется ваша помощь. Вы мне напишите в комментариях, кто в курсе, кто знает, как правильно вот здесь сделать очистку этой воды. Ну, а также не забывайте, если хотите попасть в серию, пишите в комментариях, почему именно ты должен к нам попасть. А у нас, кстати, с вами шлюз уже готов. Так, автоматический режим полностью. Все, отлично. Все, с вами был дядя Сережа Плэй. Надеюсь, серия понравилась. Не забывайте подписаться на канал, ставить ролику лайкосики. Всем пока. Гусы, какой оголенный провод там торчал вот здесь. Прямо жесть какая. Ладно, буду убрать надо его. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok